Новоселы, приехавшие из южных регионов Северные жалуются на плохое качество жилья Дома для переселенцев в Айртаусском районе Северо-Казахстанской области Построены с нарушениями всех строительных норм Зимой в них холодно К тому же не предусмотрена инфраструктура Нет дорог и водопровода Проверить факты поручил Касым Жмартокаев Теперь вопросом займется администрация президента Многодетная мама из Сарагашского района Туркестанской области Жазера Ракишева рассказывает Такой встречи они не ожидали Зимой с шестью детьми приходилось спасаться от холода в кухне Зимой очень холодно Вместе с детьми все жили в одной комнате Здесь готовили еду Здесь и спать укладывались Комната быстро остывает Холодом тянет Из пола, из потолка В этих домах, построенных на окраине села Сейчас живут 36 семей переселенцев Все новоселы жалуются на качество жилья По их словам, возвести такие дома Могли только люди, далекие от строительства К примеру, потолки в наших домах Кровля хлипкая, над балками доски Укрытые слоем стекловаты Крыша, если полезешь чинить ее, просто провалится Когда потеплел и снег начал таять С потолка вода полилась Проблема с питьевой водой Ее приходится привозить самим Улицы не освещаются, дороги нет Даже мусор отсюда не вывозят А общественный транспорт не доезжают Местные власти отмечают Дома строились зимой Отсюда и огрехи в качестве Строительные недочеты подрядчики исправят до июля А дорога и водопровод уже в планах У нас есть три года гарантий В данное время на 10 домов уже подрядчик ушел работать На эти 23 дома подрядчик выходит завтра В водопровод в данное время на те дома Центральная линия проложена Сейчас подсчитали на эти дома Которые 21 дом остался На 21 дом выходит 7 миллионов Сейчас закладываем чисто по теплотрассе Как закончится посевная С помощью крестьянского хозяйства ИТО Будут положены дорожное полотно По заверениям местных властей Сельчанам остается только ждать К слову, до сегодняшнего дня На север переехали 200 семей По квоте в этом году в регион приедут еще 700 А это 2500 человек В западно-казахстанской области Есть все условия для увеличения производства мяса И усиления позиций страны на мировом рынке Такое мнение выразил глава государства В ходе встречи с Акимом региона Гали Искалеевым Президент поддержал планы По созданию местной научно-производственной базы Развития животноводства И заслушал информацию по исполнению Ранее данных поручений Они касаются целого ряда сфер Включая вода и теплоснабжение Строительство дорог и другие Президент указал на необходимость Сохранить потенциал машиностроительной отрасли в Уральске Создать новые рабочие места И поддержать инвесторов Косымж Мартукаев также отметил важность Справедливого распределения бюджетов в регионах страны Там, по его словам, должны четко понимать Как использовать налоги Тем временем в Жамбылской области Растет уровень промышленного производства Неплохие показатели в сельском хозяйстве и строительстве Объем инвестиций в регион достиг 75 миллиардов тенге Об этом Аким рассказал на встрече с президентом Эпидситуация с коронавирусом, по его словам, стабильна Область в зеленой зоне обеспечена всем необходимым Привить планируют около 600 тысяч граждан Но пока вакцину получили лишь 100 тысяч человек Президент поручил контролировать ситуацию В регионе разработали этнокарту 25 населенных пунктов В которых компактно проживают представители различных национальностей По словам Акима, ситуация в Кордайском районе стабильная В прошлом году здесь реализовано 392 проекта На сумму 35 миллиардов 100 миллионов тенге В жилищной сфере, дорожном строительстве, образовании, медицине, культуре и спорте Все пострадавшие объекты и жилые дома полностью восстановлены 28 мая суд огласит приговор по нашумевшему делу Астана ЛРТ Сегодня завершились судебные слушания На онлайн заседании с последним словом выступили Бывший секретарь городского маслехата столицы Жанат Нурпиисов Экс-руководитель департамента пассажирского транспорта и автомобильных дорог Рашид Аманжулов Бывший председатель правления акционерного общества Астана инновации Талга Ташим А также сотрудники разных предприятий Никто из них не признал себя виновным по предъявленным обвинениям Напомню, по делу проходят 7 человек Их обвиняют в хищении больше 5,5 миллиардов тенге При проектировании сети легкорельсового транспорта Ранее прокуратура опросила приговорить некоторых обвиняемых К 7 годам лишения свободы, а других к 11 А организаторы преступления, по версии следствия Бывший заместитель Акима столицы Канад Султанбеков И эксглава Астана ЛРТ Талгат Ардан Находится в международном розыске Вложили больше 100 миллионов и забыли Амфитеатр на берегу Кингирского водохранилища В Карагандинской области приходит в запустение Главную достопримечательность города с помпой презентовали 3 года назад Когда готовились к проведению международного фестиваля Однако проект этот так и не завершили Марина Золотарева преодолела больше 500 километров Чтобы увидеть все своими глазами Знаменитый амфитеатр с ротондой был сдан почти 3 года назад Однако взгляд натыкается на строительный мусор А скамейки уже поломаны Это место должно вызывать восхищение Здесь можно сделать красивую фотозону Конечно, за ним нужно следить и обновить зрительные места В 2018 году на берегу Кингирского водохранилища Состоялся международный этнофестиваль Жески В Жесказган прибыли фольклорные коллективы Из 10 стран мира Здесь была установлена 40-метровая сцена И 2000 зрительских мест На строительство театра под открытым небом Было выделено больше 100 миллионов тенге Фестиваль давно завершился А проект до сих пор не закончен Говорят общественники Депутат Макпал Оренбетова Уверяет, что по воручению областного Акима Зрительские места должны построить С обеих сторон лестницы Чтобы придать композиции гармоничный вид Для этого, дескать, и деньги дополнительные выделяли Дали тогда это задание именно проектировщикам Но этот проект, он наверняка уже готов Если был бы, допустим, какой-то спрос Или, допустим, контроль за этим делом То этот проект, он давно уже должен был пройти экспертизу И уже должны были, конечно, приступить Действительно, здесь не хватает левого крыла От фестиваля до фестиваля Он не должен был пустовать Здесь можно было бы провести всякие культурные мероприятия Массовые мероприятия Допустим, тот же, допустим, вручение аттестатов Главная достопримечательность Жизказгана Не исполнилась и четырех лет Однако над ней уже основательно поработали вандалы Наибольший ущерб вредители нанесли ограждению возле набережной Они умудрили снять тяжелые архитектурные элементы И стали использовать колонну вместо мусорки Место отдыха горожан сейчас без пригляда Сторожа нет, камер видеонаблюдения тоже Судя по ответу главы городского ЖКХ О доработке проекта благополучно забыли В то время я не работал, поэтому я не могу отвечать Я заступил в должность в ноябре прошлого года За это время официального запроса по этой проблеме от депутатов я не получал Что касается санитарного состояния объекта То в этом году затянулись результаты тендера Конкурс выиграла жамбулская компания Это 40 миллионов тенге За эти средства она будет следить не только за аэротондой Но и другими объектами города По словам руководителя отдела ЖКХ Все дефекты и разрушения в архитектурной композиции Подрядчики устранят в ближайшее время Марина Золотарева, Сайла Угликов, Аслан Демисбаев Карагандинская область, Хабар, 24 Цифровизация шагает мимо Отсутствие интернета тормозит развитие сельского хозяйства В одном из сел Кустанайской области Из-за этого простаивает дорогая техника Населенный пункт, как выяснилось, не вошел в программу 250+, Которая призвана обеспечить доступом Ко всемирной паутине малонаселенные аулы Кто тормозит этот процесс, выясняла Наталья Строкова Эта вышка – местная достопримечательность 8 лет назад после ее установки В Уштогае впервые появилась стационарная связь Сейчас ею пользуются 50 абонентов А вот сотовая связь по-прежнему остается Несбыточной мечтой для сельчан В альтернативу мобильному в основной школе есть широкополосный интернет Им могут пользоваться исключительно учителя Да и то, когда повезет Жагира Растанбек весь день не может зайти в Кунделик Когда одновременно несколько учителей заходят, скорость вообще падает Мы даже не можем отправить простые вордовские документы в район Чтобы попасть в Кунделик, приходится до 10 вечера сидеть на работе У победителя районных олимпиад Дамира Газеза есть мобильный телефон Только в селе от него никакого толка Ни связи, ни интернета Мне очень интересно изучать дополнительные темы, которых нет в учебниках Информации, которую дают в школе, маловато Мне нужно развивать свои знания Включиться в интернет могу только в райцентре, а до него 100 километров Цифровизация шагает и мимо фермера во втором поколении Бексултана Сандибекова После учебы в США он вернулся, чтобы развивать село В хозяйстве больше сотни сотрудников и 25 тысяч гектаров посевной земли Только вот часть навороченных сельхозмашин простаивает Стоит новая техника, но всеми функциями этой техники мы не можем так же пользоваться из-за отсутствия сети Сотовую связь в Уштогае ждут и водители со всей округи Вдоль села проходит областная трасса Почти 70 километров пути вне зоны доступа Если машина вдруг сломается, ни с кем не свяжешься Зимой вообще страшно Местами даже на экстренные службы выхода нет Были такие случаи, что в бураны, в метели машины стоят Трудность именно, что созвониться не могут То есть вызвать себе подмогу Поэтому с этим проблема есть на трассе В начале прошлого года в программу 250 плюс Село Уштогай не попало из-за малочисленности населения Зимой на момент формирования списка у нас в селе было меньше 250 человек Позже на работу в местное хозяйство приехали сотрудники И жителей стало значительно больше В конце года мы повторно подали заявку Но ее уже не одобрили Повторную заявку на подключение Уштогая к сотовой связи Направили в профильное ведомство и в этом году Но пока безрезультатно Если корректировка будет по этой программе Обязательно Уштогайский сельский округ И Уштогай по их словам включат туда Ждем Если программа вот эта заработает Думаю, связь у нас будет Если в село Уштогай придет сотовая связь То сигнала хватит еще на три ближайших села С охватом больше тысячи абонентов Наталья Острокова, Еремик Мухамедьяров Кустанайская область, Хабар, 24 В Министерстве цифрового развития, инноваций И аэрокосмической промышленности Извинились за сбои в работе приложения АШИК На днях пользователи снова жаловались на технические неполадки Которые, как оказалось, были связаны с передачей приложения В собственность государства В ведомстве отметили, теперь сбои в АШИК Будет курировать компания национальной информационной технологии Она обеспечит стабильность и работоспособность сервисов Кроме этого, АШИК интегрировали с базой мобильных граждан ЕГОВ Чтобы пользователи не могли вводить чужой ИИН А с 1 июля в программе будут отображаться данные паспортов вакцинации База мобильных граждан является базой ЕГОВА И здесь, в случае, если вы заходите и вбиваете чужой ИИН Он не соответствует с данными ЕГОВА При этом идет соответствие с номером Прошу граждан скачивать ЕГОВ Мобайл приложение И с этого приложения идентифицироваться Это занимает небольшое время После чего вы попадаете в базу мобильных граждан Таким образом, мы исключаем возможности того, чтобы вводить чужие ИИН В Алматы не хватает около 1600 водителей автобусов и троллейбусов А все из-за того, что многие желающие не подходят по требованиям для работы на общественном транспорте По закону, они должны быть старше 25 и иметь как минимум 8 лет стажа управления, к примеру, микроавтобусом Анастасия Валикжанина выясняла, есть ли выход из сложившейся ситуации На сегодняшний день в этом автопарке 260 машин 60 из них – это 18-метровые городские автобусы Больше известные в народе как гармошки Чтобы управлять таким транспортом, водителю нужно получить права категории Е А для этого необходим стаж более 10 лет Мало того, что получить категорию Е, нужна выслуга лет И этот стаж Е будет отработать Получается такой замкнутый круг И это становится большой проблемой Желающих управлять автобусом в Алматы много Самыми высокооплачиваемыми считаются перевозчики с правами категории Е Они управляют крупногабаритным транспортом Зарплата доходит до 360 тысяч тенге в месяц Чуть меньше получают водители с категорией Д Но у них и машины легче Однако устроиться в автопарк всегда сложно Из-за отсутствия нужного стажа и категории И теперь в мегаполисе не хватает полторы тысячи водителей автобусов Оклад привлекательный у нас Да и условия работы тоже Два дня работаем, два отдыхаем Но из-за нехватки водителей становится тяжело работать К примеру, если мой напарник заболеет, то меня попросит выйти за него Получается, я три дня подряд буду водить автобус Сильно устаю Такая же ситуация с нехваткой кадров складывается и в троллейбусных парках Требования те же, но специфика работы другая Автобусников даже с большим стажем не берут Плохо справляются Им сложно следить одновременно за дорогой и штангами Здесь говорят, что обучать вождению на этом транспорте нужно с нуля То есть брать новичков Но закон запрещает В ближайшие четыре года в этом троллейбусном парке на пенсию выйдут 32 человека И заменить их будет некому В 2013 году у нас водителей мы обучили 41 водитель То есть в данное время они работают В 2014 году мы обучили 41 водитель То есть после этого прибытие водителей в троллейбусный парк Ну вообще не было уже сколько? 8 лет Порядка 80-90 водителей необходимы в данное время Руководители транспортных парков считают, что выход из ситуации только один Надо смягчить требования к водителям, поступающим на работу Это значительно решит проблему Для решения данных проблем прорабатывается предложение по изменению законодательства в сфере безопасности и дорожных движений В части облегчения порядка получения категории Д и ТБ В этом году в мегаполисе планируют закупить 150 новых автобусов Но вот кто будет ими управлять? Вопрос риторический Анастасия Валикжанина, Бен Нарымбаев, Алматы, Хабар 24 Петропавловский соцработница вернула квартиру своей бывшей подопечной История о том, как пенсионерка Людмила Носик оказалась в доме престарелых, а свое жилье якобы подарила своей помощнице, потрясла весь город Спустя неделю после выхода сюжета на нашем телеканале подозреваемая в мошенничестве решила добровольно вернуть бабушке жилплощадь Однако вопрос возврата ее накопления остался открытым Как отмечают родственники пенсионерки, в момент расторжения договора дарения соцработница в диалог не вступала И слов извинений от нее не прозвучало Досудебное расследование еще продолжают Самолет авиакомпании «Люфганзе» задержан в национальном аэропорту Минска из-за угрозы теракта Об этом сообщили в воздушной гавани Информация позже не подтвердилась и сейчас борт готовят к вылету Отмечу, после инцидента с Ryanair международные авиалинии решили облетать Беларусь стороной Вслед за латвийской авиакомпанией «Аэрбалтик» при остановке полетов над воздушным пространством Беларуси заявил венгерский лоукостер «Визэйр» Австралийская компания «Астралян Айрлайнс» также изменила маршрут рейса «Венна-Москва», традиционно проходивший над Беларусью Напомню, накануне летевший из Афины в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в Минском аэропорту из-за сообщения о минировании Впоследствии эту информацию не подтвердили Позже белорусскими правоохранителями был задержан летевший этим рейсом бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич В Беларуси его обвиняют в организации массовых беспорядков Инцидент с посадкой самолета и задержанием журналиста признали неприемлемым в Евросоюзе, США и других странах Само Беларуси произошедшее не связывает с политикой и на данный момент возбудили уголовное дело По факту ложного сообщения о минировании лайнера неизвестным Отмечу, через национальный аэропорт Минска летают больше 10 международных авиалиний, связывающих страны СНГ и Европу Главы стран-членов Евросоюза собираются в Брюсселе для участия в первом с декабря очном саммите ЕС На повестке дня несколько вопросов, в том числе отношения с Россией, возможные санкции против Минска и борьба с пандемией Сюда же включили инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair Ранее глава Евросовета Шарль Мишель решительно осудил вынужденную посадку борта в белорусской столице Задержание журналиста Романа Протасевича, а также призвал официальный Минск освободить задержанного пассажира и полностью гарантировать его права Как заявил в Твиттер, представители Евросовета Барент Лейтс, лидеры ЕС обсудят и возможные санкции в отношении Беларуси из-за этого инцидента По сообщениям местных СМИ, премьер Бельгии Александр Декро предложил запретить полеты белорусской авиакомпании Белавиа в Европу Второй день саммита будет посвящен проблемам пандемии и климатических изменений Ожидается, что перед началом туристического сезона лидеры ЕС примут решение о внедрении так называемых зеленых сертификатов вакцинации Участники встречи обсудят также близне-восточные конфликты, подготовку к саммиту ЕС США с участием американского президента Джо Байден приедет в Брюссель на саммит НАТО 14 июня В США у привившихся от коронавируса подростков обнаружили проблемы с сердцем, сообщает New York Times По информации издания, случаи воспаления сердечной мышцы возникали через несколько дней после введения второго компонента вакцины При этом проблемы чаще возникают у парней, чем у девушек Эксперт отмечает, что таких случаев относительно немного и они могут быть не связаны с вакцинацией Однако в центрах по контролю за заболеваниями США, тем не менее, призывают врачей быть бдительными В Штатах, отмечу, вакцинация рекомендована всем лицам старше 12 лет В стране используют препараты от Pfizer-BioNTech и Moderna Очередной печальный рекорд поставила Индия Там за сутки от COVID-19 скончались почти 4,5 тысячи человек Это связывает с нехваткой вакцины Ситуацию также осложняет сопутствующая эпидемия грибка, известного как черная плесень Врачи не знают, как пережить очередную волну вируса А вот в Европе ситуация, наоборот, улучшилась Во многих странах понемногу смягчают карантинные ограничения Все подробности в обзоре А7 Хасенказе Европейцы, наконец-то, потихоньку возвращаются к нормальной жизни Например, привитым венграм разрешили ходить на улице без масок А вот австрийцы могут снова выезжать на пикники Начну с Индии С каждым днем там ситуация ухудшается Число инфицированных и смертность растет Лекарств, вакцин, кислорода и медперсонала не хватает Люди паникуют О социальной дистанции речи не идет Хотя стоит отметить, все в масках Это южный город Чиная Сотни жителей собрались в медцентр в надежде получить лекарства от коронавируса После нескольких часов ожидания ситуация начала накаляться Люди устроили сидячую забастовку и отказывались уходить без препаратов В итоге к делу подключилась полиция При этом ситуация ухудшается как в многомиллионных мегаполисах Таких как Мумбаи и Нью-Дели Так и в сельских районах За один день вирус у нее жизни 4454 человек По числу умерших страна вышла на третье место в мире Ситуацию ухудшает объявленная в семи штатах эпидемия грибка Мукормикоза, больше известного как черная плесень Число заболевших приблизилось к 9000, более 200 скончались Как объясняют медики, заражение грибком проявляется как побочный эффект от коронавируса и его лечения Болезнь выявляют через 2-3 недели после выздоровления от COVID-19 Отмечу, от человека человеку болезнь не передается Это не инфекционное заболевание То есть пациент не может заразиться им от своего соседа по палате Мукормикоз встречается чаще у больных с сахарным диабетом Людей со слабленным иммунитетом и долгое время принимавших стероиды Возбудителями заболевания являются различные грибы Которые встречаются в почве, растениях, компосте, гниющих овощах и фруктах Мукормикоз редко встречающийся заболевание Она поражает носовые пазухи, мозг и легкие В Индии тысячам людей, которые заразились черной плесенью Врачи были вынуждены удалить один или оба глаза Чтобы грибок не проник в мозг Такой процедуре подвергли около 60% зараженных В Юго-Восточной Азии ситуация также ухудшается Власти Малайзии объявили о новом ужесточении ограничений Из-за роста заболеваемости COVID-19 По данным Минздрава, отделения интенсивной терапии В больницах заполнены на 90% А всю последнюю неделю в стране ежедневно фиксируют около 6000 новых случаев На Дальнем Востоке Японии COVID-19 парализовал больницы Во втором по численности городе страны Осаки переполнены клиники За неделю число инфицированных там выросло в 5 раз В основном из-за британского штамма По словам врачей, система здравоохранения на грани коллапса Медики призывают власти отменить проведение Олимпийских игр Мы не можем принимать пациентов По сути, это крах медицинской системы Говорят, Олимпиада будет символом победы над коронавирусом Но мы еще не победили вирус С медицинской точки зрения Самое главное – держать количество инфицированных под контролем Успеть до Олимпиады Токиа, несмотря ни на что, готовится к играм В стране массово открывают центры вакцинации Но по темпам иммунизации Япония отстает от других развитых стран Например, европейских, где уже, кстати, начали ослаблять карантин В Австрии впервые за полгода открывают свои двери отели, спа-центры, кафе и рестораны Однако посетителям необходимо строго соблюдать меры безопасности Заведения впускают только тех, кто может предоставить паспорт вакцинации Либо отрицательный тест на коронавирус Справка о наличии антител также подойдет Я думаю, что это было трудное и сложное время для всех Но тот факт, что заведения снова открываются – важный шаг на пути к возвращению к нормальной жизни Я этому очень рад Я надеюсь, что постепенно все вернется на круги своя При условии соблюдения строгих мер сегодняшнего дня открываются гостиницы, отели и общежития Чехии По прибытии гость должен предъявить документы о вакцинации Либо справку о перенесенном коронавирусе Театры и кинотеатры могут посещать до тысячи человек на открытом воздухе и 500 человек в помещении Ученики начальной и средней школы возвращаются за парты Во время эпидемии мы все покупали онлайн За это время я понял, что нет ничего лучше, чем самому прийти в магазин и своими глазами убедиться в качестве товара В Венгрии на фоне успешной кампании по вакцинации всем привитым разрешили не носить маски Израиль в очередной раз заявил о победе над коронавирусом Подминистерство здравоохранения Израиля даже заявило, что с 1 июня готово снять все ограничения, если одобрит правительство Ну что же, будем надеяться Спасибо о ситуации с коронавирусом в мире, рассказал Асем Хасин Кызы Мы продолжаем Казахстанцам разрешили продавать свои товары через известную платформу Амазона Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахет Султанов По его словам, предприниматели могут получать оплату напрямую через казахстанские банки и торговать под собственным флагом Кроме того, в список кампаний вошли и другие страны Центральной Азии Отмечу, Амазон – одна из самых популярных площадок в мире Она насчитывает сотни тысяч клиентов в более чем двухстах государствах мира Аскар Мамин ознакомился с реализацией крупных инвестиционных проектов Восточно-Казахстанской области В их числе – производство в сферах агропромышленного комплекса, здравоохранения и горной металлургии Премьер-министр поручил повысить темпы строительных дорожных работ отметив важность своевременного введения в эксплуатацию транспортной инфраструктуры В Яготском районе премьер-министр посетил компанию Казминералс Актогай В текущем году там планируют завершить строительство обогатительной фабрики Актогай-2 по переработке сульфидной руды Реализация проекта позволит увеличить объем производимой меди до 200 тысяч тонн до 2027 года и вывести рудник в число крупнейших в мире Сегодня мы посетили проект расширения Актогайского ГОКа Это проект расширения мощности производства Актогайского ГОКа в два раза Строительство ведет компания Industrial Construction Group являющаяся 100% казахстанской компанией Сегодня мы главе правительства продемонстрировали две основные мельницы комплекса Это мельница полусамоизмельчения и шаровую мельницу Которые уже запущены и проходят сейчас предпусконалаточные работы В семье премьер-министр дал старт производству по переработке семян подсолнечника На предприятии создано свыше 300 постоянных рабочих мест Ожидается, что завод обеспечит внутренние потребности страны в растительном масле Также его продукцию будут экспортировать и на внешние рынки Позже Оскар Мамин посетил Центр ядерной медицины и онкологии Единственное в Казахстане медучреждение ядерной медицины полного цикла Там производят радиофарм препараты, а также проводят радионуклидную терапию пациентов В Алматы в Центральном парке культуры и отдыха начали реконструкцию велотрека «Спартак» Спонсором выступила компания «Астана Моторс» Объект обновляют, используя самые передовые технологии К работе привлекли российских специалистов В Казахстанской Федерации велоспорта считают, что модернизированный трек Поможет не только развивать детско-юношеский спорт, но и открывать новые таланты Этот велотрек был построен больше 40 лет назад, но долгое время он простаивал Сначала здесь было деревянное покрытие, позже бетонное Оба доставляли спортсменам неудобства Но теперь благодаря Федерации велоспорта Казахстана и компании «Астана Моторс» Уже в сентябре завершится реконструкция велотрека и можно будет проводить занятия Я очень рад, что мы возобновляем развитие велоспорта в нашей стране Особенно это будет с упором на детский велоспорт, на общественный велоспорт Любители будут участвовать, может из этих ребят и будет свой когда-нибудь у нас олимпийский чемпион Всю экипировку и инвентарь детям предоставят бесплатно Федерация уже закупила 66 велосипедов Сейчас дисциплину планируют включить в программу подышевого финансирования Это означает, что велоспорт станет доступным для детей от 4 до 18 лет В данном перечне у нас 71 вид спорта Я думаю, в течение короткого времени мы примем необходимые документы Включим велоспорт в данный перечень И родители смогут за счет государства, за счет местных бюджетов Тренировать своих детей в секциях велоспорта по всей нашей стране Кстати, велотрек будет в составе комплекса Здесь рядом установят BMX-парк для занятий экстремальными видами спорта Оттачивать мастерство смогут и любители скейтборда, стритборда, роликов Подобные парки строятся на Халык-арене в Алматы И на велотреке Сарыаркам в Нур-Султане Анастасия Валикжанина, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар-24 Новый кинотеатр компании Кинопарк появился в Туркестане Распахнул он свои двери в торгово-развлекательном центре Ханшаим Плаза Это уже 23-й по счету кинотеатр в Казахстане и первый в областном центре Современное оборудование и комфортные условия для зрителей И это далеко не полное описание нового комплекса Подробности ролика Битова Яркие афиши, громкие премьеры и запах попкорна Атмосфера большого кино теперь доступна и туркестанцам Раньше смотреть фильмы на большом экране местным жителям было негде Мы очень рады, раньше чтобы посмотреть новые фильмы приходилось ездить в Шумкент Теперь такой необходимости нет В новом кинотеатре четыре комфортабельных зала на 442 места Они оборудованы новейшими технологиями в области изображения и звука Изюминкой же интерьера стал дизайн в национальном стиле Все кресла и даже ковер здесь украшены казахским орнаментом Кресла даже специальными нашими орнаментами заказаны с Европой Вот здесь идет как бы такой местный колорит, местный казахский дух Вот здесь передан полностью Хотим еще расшириться, когда город будет большой Первой премьерой, показанной в новом кинотеатре, стал фильм «Где мое кольцо» Его зрителям представили сами авторы картины Вообще изначально планировали, что с открытием кинотеатра в Туркстане Наш фильм пойдет в широкий прокат В Туркстане где-то... В прошлом году я был, в принципе, но даже за год очень много изменений Я очень рад, что у нас еще один такой есть прекрасный город, который мы возродили На церемонии открытия нового комплекса «Кинопарк» присутствовали звезды отечественной киноиндустрии Рауль Габитов, Ербалат Абишев, Хабар-24, Туркестан С 26 мая в Казахстане начнут работать летние школы Об этом рассказали в Минобразовании Запуск подобных площадок позволит детям восполнить пробелы, которые образовались из-за дистанционного формата обучения Четких критериев к работе летних школ нет Администрации учебных заведений родители сами решат, как будет проходить учебный процесс Это могут быть как групповые занятия, так и индивидуальные Работать такие площадки будут до 19 июня До пандемии учителя приходили в школу, рабочие планы проверяли, приводили в порядок методическую работу И это будет продолжено В рамках данной работы учителя на сегодняшний день будут сейчас заниматься над восполнением пробелов знаний Так же, как в летний период получали, так же будут получать И на этом все, следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24 Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok